Основные направления это три фенотипа люминальной опухоли, ФР2 позитивная и трижды негативная направление. Соответствующие будут докладчики. Ну а я вообще как бы касаюсь в том числе истории лечения, которые начинаются уже там, может быть, даже тысячелетия назад, говорили об этой проблеме. Совсем недавно на АСКО был доклад Гавриэля Хартабаджи, который дал оценку, 40-летняя оценка изменения методов лечения ракомолочной железы. Ну вот здесь фотографии, портреты наиболее видных специалистов за 40 лет, которые начали открыть. Ну а за исключением Джани Бонадонна из Европы одни американцы. Такое впечатление, что только Америка занималась проблемой. Там действительно много заболевших, но Европа тоже внесла там определенный вклад, а может быть, даже и не меньший. Ну вот там, пропущу наши работы. Ну обычно вот такие доклады начинают, вот это у Папируса Эдвина Смифа, во многих лекциях, докладах я видел, описание случая рака молочной железы, значит, получается почти 4000 лет назад. Уже даются описания способы лечения, в том числе прожигания опухоли с помощью специальной иглы. То есть уже тогда какие-то вмешательства были. Вот странно, что при этом, вот последующие тысячелетия занимались только такими консервативными методами. То есть в эпохе Средневековья вообще эту проблему хирургическую отодвинули. Занимались там различные там смеси, травы. Вот. Ну в результате только где-то начиная с 17 века вновь вернулись к хирургии. И вот сейчас, когда мы вот имеем уже сведения о смертности, заболеваемости смертности в двух странах. Это исследование, которое провел Ричард Фитта, тогда руководитель Дворческого университета в разделе биостатистики. Он показывает, что начиная с 90-х лет и в Америке, и в Великобритании замечено резкое снижение смертности от рака молочной железы. Причем, значит, в Америке это связали с внедрением скрининга маммографического. Это была первая страна. Филипп Стракс такой был радиолог, которым я вот, к счастью, удалось поговорить в 77-м году, когда он первый раз был в Америке. Он мне даже подарил книгу. А в Англии скрининг не проводился. И тоже снижение смертности. Ричард Фитта это связал с широким внедрением тамоксифена, который только начали назначать его без относительно рецепторов эстрогенов. Всем подряд. Как бы химиопрофилактика. Вот эти факторы. Ну, однако, так сказать, вернемся к хирургии. Значит, практически до холстеда, американского хирурга, выдающегося, выполнялись почти такие же операции. Удалялись опухоли широким таким. Иногда весь орган. Почему вот именно с холстедом связывается вот этот перелом и подбор, выбор вот этого вот подхода. Операции холстеда выполнялись в течение более чем 100 лет после его внедрения. И сейчас иногда в некоторых странах и в некоторых ситуациях они по-прежнему выполняются. Удаление всей железы, обеих грудных мышц, подмышечно-подключичных лимфозов и иногда надключичных. Он ввел вот эту систему блока. Значит, надо удалять все, включая вот подмышечно-подключичную зону. Он считал, что это вот как бы удаление подмышечной зоны, это профилактика дальнейшего распространения. Но это, конечно, было ошибочное представление. Это сейчас мы понимаем, что и при первой стадии может быть диссеминировано. Но он так считал, что вот поэтапно сначала на месте, потом в лимфоузлах. Поэтому он называл лимфозы как защитная, так сказать, функция. Ну, это было ошибочно. Но надо сказать, что вот когда внедрили во Европе потом и во всех странах эту операцию, в том числе в России, у нас действительно частота рецидивов местных сократилась на 80%. Почти такой мощный такой рывок. Вот. Но когда прошло 10 лет уже, там, оценка, то выяснилось, что выживаемость оказалась почти одинаковой. Из-за 10 местных было меньше, а отдаленные, ну, потому что это было как бы локальное воздействие. Но под впечатлением Холстеда было очень много хирург. Наш учитель, Семен Абрамович Холдин, он и все вот тогда работающие Ратнеры, все хирурги в Европе, там, Веронезе, все они считали, что нужно еще более широкое сечение. Этого недостаточно. И, значит, операция Урбана-Холдина – это удаление вот все то, что делал Холстед, плюс удаление загрудненных лимфозлов парастернальных. И, в общем-то, я сам, поклонникам, мы выполнили тогда 750, я думаю, почти больных расширенных операций, и 700 по Холстеду, и сравнили их эффект. Такое впечатление было в пользу расширенных операций, потому что в то время других методов-то не существовало, и она была оправдана для этого времени. Лучевая терапия еще только начинала внедряться, вот, химиотерапии, значит, не было, но выполняли всем подряд, молодым женщинам, аварийектомию. Вот единственный такой системный вид лечения. Поэтому для того времени это было, конечно, прогрессивным началом. Когда мы подсчитали, я уже подсчитал, Семена Абрамовича уже не было, он в 75-м году был. И в 80-м году я представил данные в комитет ТНМ, что категория Н3, то есть поражение парастернальных лимфоузлов, она ошибочна, потому что когда одиночное поражение парастернальных лимфозагруденных, они, этот прогноз не отличается от пациентов, которые одиночное поражение подмышечных узлов. А вот когда те и другие поражены, тогда действительно там очень обвальный прогноз. И комитет ТНМ прислушивался, потому что они обратились к Веронезе, и тот как бы подтвердил, потому что он тогда тоже выполнял расширенные операции, и тогда была объединяется новая система, где эта категория обозначалась и сейчас, как Н1. Ну, а сейчас, вот скажем, акцент. Значит, ясно, что резко сократился объем операций. Большинство операций, большинство стран, в общем, приходится, ну, в Европе и в Северном Америке на органосохраняющие операции. В России, в нашем институте тоже огромная пропорция, там 30% как минимум, органосохраняющие операции. Сохраняется молочная железа. А когда не удается сократить, выполняется пластика, реконструкция и так дальше. И надо сказать, что вот сравнивая 50-е, там 70-е годы, вот, и оценивая пятилетнюю выживаемость, тогда 5 лет выживало только 50% пациентов. После вот таких расширенных вмешательств. Сейчас даже десятилетние результаты у нас на все стадии 75%. То есть резкое улучшение. Ну, при том, что объем операции резко сократился. Значит, системные виды лечения, конечно, они значительно изменили ситуацию. Но, тем не менее, постоянно идут споры, вот, когда говорят о хирургии, о соблюдении краев хирургической резекции. Сколько можно отступить, нужно отступить от опухоли, чтобы сохранить молочную железу. Разные подходы. И здесь много там, значит, ситуаций, когда выполняется сохранная операция. И планируется лучевая терапия. Значит, после неодевантной терапии можно сохранить. Эксперты Сангалина, доклад основан на рекомендации Сангалина, на которой мы участвуем каждые два года, считают, что да, можно. Дальше, если опухоль мультифокально, мультицентрично, можно сохранить жизнь? Можно, если применить тот же принцип отсутствия красителей на инвазивных клетках. Вот, и даже при наличии интродуктального компонента, точно, и при дольком раке, большинство считает это возможным. И, тем не менее, мы понимаем, что бывают ситуации, когда приходится выполнять большую операцию. Хотя, вот, Моника Мурова, она один из главных экспертов, в том числе в Сангалии и на АСКО, она утверждает, что в Америке недостаточно много выполняется сохранных операций. Она призывает, что вот и критерии новые, и там минимальное отступление. И почему-то хирурги, основываясь на данных МРТ, часто отказываются от выполнения органов сохраняющей операции в пользу потом последующей там пластики, реконструкции. И, как они сами говорят, идет наступление пластиков. И у нас тоже очень много новых центров пластической хирургии, там все. Но качество пластики очень отличное, особенно если это выполняется не в онкологическом учреждении, специалист, который не подготовлен в области онкологии. Вот. И второе направление хирургии – это минимальное или минимальное вмешательство на подмышечной зоне. Вот. Большие исследования, вот здесь показано, включающие там суммарно около 3 тысяч пациентов, показали, что если в сигнальном лимфоузле, даже в двух, выявлен метастаза опухоли, даже если макрометастаза, то частота рецидивов, если выполнена акселлярная диссекция, ну, а на хирургии, ну, меньше процента. Если для невыполненных вмешательств, а только бисисисигнальных и лучевая терапия, то 2%, менее 2%. Так спрашивается, надо ли выполнять калечащую операцию с последующим отеком руки и болезненности, когда только у 2% могут быть проблемы регионального рецидива, которые легко устраним, потом удалив вот эти остальные лимфоузлы. И, конечно, это же вот как бы распространяется и оценивается у пациентов с люминальным адапосимпотипом. Значит, первая там стадия. Вот последняя конференция Сангалин, март этого года, показала, что большинство экспертов, ну, 65% считает, что тут вообще у этих пациентов вообще не следует выполнять никакого вмешательства, в подмышечной зоне. Если ультразвук и клиника показала, что там нет метастазов, вообще туда не надо входить. И только в том случае, когда там, значит, и даже вот 83%, если это еще сопутствует заболевание, поддерживают эту идею отказа от хирургии в подмышечной зоне, включая это. Ну, а что касается неодевантных видов лечения, то здесь направление так называемой таргетной эксериальной диссекции. Идеи хирургии, которые касаются пациентов ранними стадиями, они как бы распространяются и на неодевантные виды лечения, понимая, что многие эти пациенты имеют уже исходно метастазы. Если там нет, то те же правила, что и у пациентов без неодевантной терапии. Если клинически и по ультразвуку определяется метастаз в одном лимфоузле категории Н1, тогда выполняется процедура таргетной терапии, когда делается биопсия функционная этого лимфоузла, введение, значит, контраста или радиоконтраста. Эта процедура в нашем институте уже тоже разрабатывается, ведется, и в Москве уже докладывалось. Это направление, конечно, в значительной степени упростило и даже как бы улучшило качество лечения этих пациентов, подвергающиеся системному лечению. Вот, значит, говоря о системном лечении, как бы самый старый и самый древний, так сказать, метод, это удаление яичников. Ну, всем известно, эта фотография часто показывается. Вот, военный врач Битсон, Шотландии, наблюдая за особенностями лактации у млекопитающих, обратил внимание, что вот как-то меняется там форма железы, плотность и так далее, связи там, значит, с беременностью и прочее. И выполнил у трех пациентов с распространенной опухоли, ракомолочной железы, и у всех трех получил благоприятный ответ. Регресс опухоли. И опубликовал, и даже запатентовал это направление. Вот я часто говорю, а дальше он выполнил еще семь операций, и там не получил никакого ответа. И, значит, ну, уже было запатентованно. Ну, если бы наоборот, он получил бы сему отрицательных, то никогда бы в ближайшие годы не появилось бы удаление аварии. А потом, после этой работы всем, во всех странах, всем молодым пациентам выполнялась авариктомия. Обязательная. Меньше 50 лет автоматом одновременно с масштоктомией, авариктомией. Ну, конечно, за эти годы значительные изменения появились потом данные о рецепторах эстрогенов. И, как выясняется, примерно раньше считали, что у 70% экспрессия рецепт позитивная. Теперь Ричард Питта, который перевозглавил программу скрининга в Англии, он считает, что, когда они пересмотрели материал Лоргского университета, что 90% больных являются люминальными, то есть гормонозависимыми. То есть он не назывался гормонозависимыми, ну, люминальный рецептор позитивный. Что удивительно, что при голосовании в Сан-Галлен даже такая низкая экспрессия вот рецепторов эстрогенов, к которым мы не относим вообще гормонозависимым, меньше 10, 30% считает, что это тоже гормонозависимо. И мы так обсуждали там, почему так проголосовали. Ну, это же понятно. Сейчас компании, выпускающие ингибиторы, человек, вот, не будет, палбоциклип, рибоциклип, и также они же четко показывают, что при любой экспрессии рецепторов надо назначать не только гормонотерапию, но и ингибиторы, хотя бы палбоциклип, допустим. И это влияет и на голосование экспертов, почему там первичная резистентность гормонотерапии, о чем-то там приобретенная и так дальше. Ну, во всяком случае, когда уже проведены огромные испытания, известные вам тексты слов, включавшие несколько тысяч пациентов, вот, когда, значит, больным ракомолочной жизни назначалось одновременно с обычной гормонотерапией авариально супрессия различными там препаратами типа Филадекс, выяснилось, что если эти пациенты относятся к высокому риску, там действительно метастазы, там лимфозах и так дальше, какой-то эффект улучшения восьмилетней выживаемости до 10%, а если риск низкий, то выигрыш всего там 4% или далее вообще без низкого риска. Так надо ли вообще назначать авариальную супрессию молодой женщине с последующими всеми эффектами остеопороз, различные сексуальные нарушения и многие заболевания. Или это оставить только для пациентов высокого риска. И, конечно, в этих условиях вновь вернулись к оценке вот этих вот сигнатур, онкотайп, ДАЭКС, например, оценки тех пациентов и тех факторов, которые определяют, надо ли вообще в принципе добавлять вот этим пациентам там или авариальную супрессию или химиотерапию. Вот, изучено почти 10 тысяч пациентов, они опубликованы, Джозеф Паранова, Наска докладывал и Сангалини тоже, и он показал, что большинство пациентов с рецептором позитивным опухолем относятся к промежуточному риску, где шкала рисков от 11 до 25. И от дополнения химиотерапии они ничего не выиграют вообще там. Одинаковая выживаемость. И только пациентов вот там, где шкала риска 25, там некоторый выигрыш есть. Ну, где-то, да, это всего 14% пациентов. Получается, только 14% больных с рецептором позитивной опухоли действительно нуждается в предварительной химиотерапии с последующим переходом на гормонотерапию. И вот эти цифры выживаемости. Значит, вот эта промежуточная группа. Да, 93,9-93,8 с химиотерапией. Меньше 1%. И вот только группа близкая к категории 25, шкала риска. да, там есть отличия. Но их 8% это для этих пациентов. Вот. Поэтому, конечно, очень было бы важно. Одна проблема, что стоимость вот этого теста, она превышает около 4 тысяч долларов. В Америке это входит, как бы, страховую систему, пациенты не платят за это. поэтому все больные, которые имеют рецептор позитивной опухоли, обязательно подвергаются вот этой сведению онкотайп. И компания, как бы, страховая система считает, что это, что они не проигрывают, потому что сокращается назначение химиотерапии примерно на одну треть. То есть, стоимость химиотерапии значительно выше, чем стоимость вот этого, этой процедуры. вот, правда, не все приветствуют, особенно, вот, провайзеры, которые с нами и компанией, говорят, ну вот, не стали закупать химиопрепараты многих, потому что нет показаний, одна гормонотерапия. Ну, это их, как бы, собственно, сейчас мы вернемся назад, обратно. Да, так вот, в этих условиях, ну, для большинства стран пока вот в Европе такой системы страхования нет, это все платно и для России в том числе, поэтому есть, как бы, ну, подход более простой. Допустим, какие факторы определяют, значит, назначение, допустим, авариальной супрессии или химиотерапии, они одни и те же. И получается, что там вот этот онкотап или мамопринт, это он на шестом месте, если есть возможность. То есть, врач имеет право назначить тест, но это не значит, что он будет оплачен. И вот те же самые признаки касаются и, вот, скажем, и химиотерапии. Так, эксперты в Сангале считают, что а не проще ли, вот, скажем, избежать, вот, при этих же признаках химиотерапии, не определяя онкотап ДЭКС, и уже выполнять авариальную супрессию. Это намного, все-таки, как бы, качественнее и безопаснее для пациента. И, как выясняется, и дешевле. Ну, и, конечно, здесь будут и доклады, сообщения, Татьяна Юрьевна будет говорить о том, почему не все пациенты при даже отнесенной клюминальной мази чувствительны гормонотерапии. К сожалению, когда мы назначаем одевантное лечение на 5 лет, а сейчас по многим признакам на 10 лет гормонотерапия, авариальная супрессия 5 лет, гормонотерапия, ингибитор, может, до 7 лет, тамоксифен после программы АТОС 10 лет назначается, если есть хотя бы одиночный метастаз. Вот. И почему, вот, скажем, пациент получает там 5 лет ингибитор гормонотерапии или больше, а фактически, если там произошла мутация, там, где она начала, он нечувствителен СРН. Если мутация, это означает нечувствительность к ингибитору гормонотерапии. Вот. Вот эти все вопросы Татьяна Юрьевна рассмотрит, какие там должны быть подходы жидкостной биопсии, чтобы вовремя остановиться гормонотерапией и искать какие-то альтернативы или хотя бы просто наблюдать этих пациентов. ну, неодевантное лечение гормонотерапии крайне редко, так сказать, в России этот метод, хотя мы в свое время еще 2003-2004 году выступили на АСКО и, значит, показывали преимущество неодевантной гормонотерапии перед химиотерапией. ну, как бы, не особенно это поддерживалось направлением, но каждый раз, каждая АСКО всегда это упоминалось и в этот раз, когда голосовали в Сан-Галине, большинство, 85% поддержали это направление в пользу как бы у пожилых женщин проведения неодианта лечения. Да, ну, мы докладывали это и докладывали это в Сан-Антонио в 2004 году, потом в Париже, в Сан-Франциско и так дальше. Вот, и надо сказать, что вот, видите, вот это голосование в Сан-Галине на эксперт, независимых экспертов, 81% поддерживает это направление как нетоксичное и высокоэффективное. Конечно, получается странно. 90% пациентов рецептор позитивный и почти никогда не назначается предварительная гормонотерапия у пожилых женщин с сопутствием заболеваниям, явно очистительной гормонотерапии. Просто не назначается. Хирурги боятся, как бы, назначим гормонотерапию 4 месяца ждать ответа. Давайте сразу или операцию, или тяжелую химиотерапию. Оказывается, здесь лучше и легче начать с гормонотерапии посмотреть. Но сейчас, конечно, неодианта гормонотерапия приобретает другие черты. Вот кроме нас сейчас широко исследуется вот уже, вот видите, 6 исследований, которые проводят оценку неодиантной гормонотерапии, в том числе, включая ингибиторы палбоциклипы и так дальше в сравнении с химиотерапией. А проблема, почему долго это не принималось, что в отличие от химиотерапии, гормонотерапия редко приводила к полной морфологическим регрессам. Регресс химиотерапии от 20 до 40%, а гормонотерапия всего 5-10%. Это считали основной недостаток гормонотерапии редкое наступление полного регресса, морфологического. Ну а потом-то оказалось, что в сущности на этапе неодъевантной гормонотерапии, кроме того, что опухоль уменьшается, мы уже получаем информацию о том, кому из них следует дальше в одеванте 5 лет назначать гормонотерапию, не определяя онкотапию и так дальше. Значит, это абсолютно точная информация, надо ли 5 лет назначать ингибиторы ароматазы. Вот поэтому это и работа. Но здесь будет большой доклад Петра Владимировича и два позитивные опухоли. Здесь мы касаемся только вот так сказать, показаний и то, что уже делается и в том числе и в России, в нашем институте назначение при второй и третьей стадии это должны включать токсаны и тростузом, пертузомаб, двойная блокада. И как решается проблема остаточного заболевания, потому что, к сожалению, 40% не отвечает на такое мощное лечение, и что делать дальше. Ну, исследована программа Катерина, вот, исследование, которое четко показалось, что назначение там ТДМ1, то есть катсилы, в два раза сокращает число отдаленных рецидивов метастазов. Ну, правда, общая выживаемость пока не отличается, но там только трехлетняя оценка. Скорее всего, она будет дальше. Ну, и здесь голосование. 91% экспертов считает, что катсила это наиболее подходящий препарат. Он, кстати, сейчас утвержден. Еще хуже ситуация при трижды негативной раке, там будет тоже Гарри Кадбеевич Дощан специально занимается, в том числе в условиях протоколов, где четко видно, что многие больные, во-первых, это очень агрессивный опухоль, до эры до химиотерапии 30% погибало, даже больше, в ближайшие три года. Сейчас все-таки благодаря химиотерапии, включающей, конечно, и антоциклин, и токсаны, ситуация стала лучше, но все же у большинства больных имеются резидуальные заболевания. И вот здесь после японской работы Масуда решили, что трижды негативная опухоль отвечает на ксилоду, на капецитабину. И поэтому 61% экспортов поддержали это направление. Хотя там много вопросов, потому что и в адювантах, в протоколах и других не подтверждается вот там такой решающий эффект. Но другого пока ничего нет, кроме тех, когда есть мутация, назначение лопариба, то есть и других препаратов, но это как бы идет в разработке. Ну и здесь большие надежды на иммунотерапию, иммунологию. То есть сегодня уже несколько раз поднимали вопросы. Конечно, это прежде всего касается именно трижды негативных опухолей, потому что там и микроэнгибида, нестабильность, там и в общем все признаки экспрессии ПДЛ-1 леганда, где как бы четко видно чувствительность чекпоэнгибида, в частности препарату отезолизумаб. Этот проект исследуется в нашем институте, он где-то завершается. Ну, посмотрим, пока мы не можем ничего публиковать, поскольку сама компания еще не публикует этих данных, мы не имеем права как бы говорить о том. Вот. Ну, впечатление у других очень неплохое, и мы надеемся, что это будет. Ну, надо сказать, что нельзя и преувеличивать пока это направление, потому что экспрессия, скажем, ПДЛ этого леганда, она всего у 20-25%, а что делать со остальными? Тоже другие экспрессии, но хотя бы и это тоже очень важно. Ну, и здесь заключительный слайд. Подходы к лечению резидуального заболевания при различных по типах, это, допустим, фульвестрат, ингибиторы и палбоциклип при люминальных опухолях, это вот ингибиторы ПДЛ отезолизумаб для трижды негативного и, конечно, коцилаб и последующим отезолизумаб и при хедопозитивных опухолях. С голосования вот такие вопросы мы задаем. Каких рекомендаций по лечению рака молочной железы вы предпочитаете придерживаться? Вот пять вариантов на ваш суд можно голосовать. Так, ждем результата. так, русско, есть рекомендации русско. даже меняются. Там цифры меняются, но не важно. Ну, мы ежегодно издаем рекомендации РОМ, российского общественного мамолога. Когда приезжаем диспансеры, все говорят, что это наиболее подходящее и лучшее. Но, оказывается, тайные голосования не подтверждают. 7%. Вот, но зато рекомендации русско, это понятно. Но рекомендации русско, они полностью соответствуют рекомендациям НССН, они являются переводом американских рекомендаций. Ну, СМО тоже ничего. Ну, такова, как говорится, жизнь. И далее, последний слайд. Да, приглашаем всех на белые ночи, в июне месяца. Спасибо за внимание. Продолжение следует...